МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Угу, торцы с назначенными шиновниками Александр Лукашенко обмерковал парламентскую кампанию, а так само проблемы и перспективы особенно узятых районов. Нужны в сельском хозяйстве новые тенденции. Наряду с тем, что основы все равно будут старые технологии, они себя зарекомендовали. И думаю, вы как экономист, вы же экономист по образованию, да? Вы это прекрасно понимаете, что нам нужен экономический, прежде всего, результат. Ну, без вала не может быть экономики, естественно, но в показателях эффективности вал есть вал. Нам нужен результат, нужна прибыль, нужны денежные средства. И в Мстиславле это можно иметь, надо разобраться вообще, чем там заниматься. Надо видеть и другие культуры, направления развития сельского хозяйства. Не просто традиционно, ну, вовремя посеем, вовремя уберем там. Ну, может быть, и вал будет 100 тысяч тонн. Может быть, да и будет, это не вопрос. Но нам экстенсивный метод не подходит. Нам надо интенсифицировать процессы сельскохозяйственного производства. У сферы национальной обеспеки так само Новокировник. Наместник министра внутренних справ, командующий внутренними войсками, зараз Юрий Назаренко. Ранее специалист працавал в службе обеспеки керавника державы. И сегодня же президент узгоднил назначение наместника старшине Держка Майомости и генерального консула нашей краины в китайском городе Гуэнчжоу. Сегодня у Гомеля ушановили переможцев и призеров других европейских гульняв. Говорка на сустрэш и так само про перспективу делу спортсменов в области в летних олимпийских гульнях, які в наступном годе пройдуть у Токия. По словах организаторов, эта олимпиада станет самой новоцинной за всю историю проведения споборницов такого узровня. С достигнениями и планами спортсменов региона ознайомились наши корреспонденты. Ушанование чемпионов и призеров других европейских гульняв, а так само их тренеров, проходят в льдовом палаце. Нагода для такого мероприемства больше, чем приемная. На европейских гульнях представники Гомельской области завоевали 20 медалей. 8 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых. Спортсмены кажут, что это были вельмени простое с поборництвы. Борьба была достойная, была сильная. Соперницы все были очень сильные и топовые, поэтому выступали мы в природных стенах в очень таких жестких условиях, тем более погода была не очень удачная. Это и встречный ветер, и ливень пошел на заезд. Гоноровые грамоты Гомельска были выконками спортсменам, подяки тренерам, які рыхтовали переможцев и призеров других европейских гульняв. Это ушанование и еще одно подтверждение того факту, что на Гомельщине существует добрая школа подрыхтовки чемпионов. Подчас мероприемства слова подяки гушать у адрес первого олимпийского чемпиона Беларуси Леонида Ейштера, якому сегодня исполнилось 83 годы. Утепер уже далеким 1960-м Йон разом с Сергеем Макаранком завоевал олимпийское золото в Риме. Увеславание на каное на дистанции тысячу метров им не было урауных. И это при том, что тагочасные умовы для тренировок с теперешними поравнать нияк нельга. Не было ни спортзалов, ни бассейна, ничего. Я родился в Монастырке, там во дворе тренировался, там камни, резины и прочее, на лыжах. И я только вот такая была подготовка. И в истории нашей республики я первый стал тренироваться в январе месяце, который мороз 20 градусов, а у нас там в Монастырке течение и полыня не замерзала. И я тренировался. Это был очень большой риск. После отпочинку удельники других европейских гульня снова начинают с тренировки. Напереде с поборницей республиканского узровня и борьба за олимпийские лицензии. Частка спортсменов, до речи, в эти дни тренируется у Гомеля. На данный момент у нас установительный период. Мы немножко адаптируемся после отдыха. Мы месяц отдыхали после чемпионата мира. Немножко сейчас стягиваемся в тренировочный процесс. Здесь, кстати, базируемся в городе Гомеле. Для нас здесь создали шикарные условия. Нам здесь очень нравится. За два прошлые годы спортсмены Гомельской области на споборницах розного узровня завоевали 250 медалей. Этот успех тлумачится у тем леку увагой, якой надается умоцованию спортивной базы. В регионе открыты несколько значных объектов. Лыжарольная трасса у Гомеле, новые бассейны у Мазары и Веццы, физкультурный комплекс у Брагиня. А про то, за последние три года в области на треть повеличилась количество спортивных классов. Сейчас у них занимаются около 2300 наученцев. И такая лечба. На сегодня представители региона завоевали 12 лицензий на олимпийские гульни в Токии. И только этими споборницами с усветного узровня наши планы не обмежевываются. Гомель уже в ноябре этого года впервые в истории страны к чемпионат Европы по борьбе с спортсменами-инвалидами по слуху. Проведение таких значимых мероприятий способствует не только популяризации белорусско-спортивного движения на международной арене, но и формирует и межгорода, и области, а также развивает туристическую привлекательность региона. Олег Синцеров, Светлана Князева, Валерия Гапанько. Телерадио «Компания Гомель». Мобильная группа Гомельского горбоконкама протягивает мониторинг предприемств. Сегодня она наведала открытое акционерное товариство «Гомелькабель». Об огушенных проблемах и выказанных парадах. Материал наших корреспондентов. В минулом году «Гомелькабель» означал 60-летний юбилей. Это предприемство в своей галине завсюду было среди лидеров. Среди его современных стран-партнеров – Россия, Германия, Словения, Нидерланды, Испания, Польша, Италия. Уже с начала мониторинга члены мобильной группы означают высокую дисциплину работающих. Значная часть работников приходит на предприемство за 30-40 минут до начала изменения. Еще один плюс – доброупорядкованная территория. Правда, что тыжится в творческих и бытовых помешканиях, тут парадок поддерживается не всюду. У якости прикладу – столовая. Неприемный пах на ее территории – не один из заувага проверяющих. Замечания по плитке, допустим, где-то отколот, где-то стена с трещиной, где-то, допустим, деформированная какая-то тара, какое-то оборудование. Почас мониторингу увага звертается на все. При большей глубоком анализе ситуация оказывается не такой оптимистичной, як сдается на перший погляд. У здравпункта – леки со сконченным термином придатности. Проблема не глобальная, а лея на патрабое выращение. Крыху позднее, подчас подведения выника в мониторингу, огучиваются и некоторые инши недохопы. Частка с них ликвидуется еще подчас проверки. Остатные на предприемстве обещают провести у парадок в ближайшие дни. По участку волочения, который действующий, стены в пыли, краска на бетонных перекрытиях отслоилась. Я понимаю, это ремонты, также ремонт сварочного участка. То, что у нас есть в рекомендациях, то мы будем давать со сроками. Проблема куда более значная у зровень зарплаты на предприемстве. Подчас размовы с членами мобильной группы, працующие на Гомелькабеле, кажут, что так званими чистыми и они отрымливают каля 600 рублев. Как выник, молодые работники тут практически не затрымливаются. Для акционерного товариства это прямые страты. Люди приходят, научаются за кошт предприемства и звольняются. Во время беседы с людьми чувствовалось, что они готовы работать, значит, ответственно все подходят к работе, то есть не было расслабанности, не видно было, что люди именно выполняют эти задания. И считаю, что один из вопросов, и будем просить, чтобы рассмотрели вопрос, именно заработанную заработную плату, чтобы, конечно, желательно повысить на данном предприятии. Олег Шенцеров, Ольга Коновалова, Игорь Маришенко, Телерадио, компания «Гомель». Температурные рекорды на передо дни побиты в Минске и в всех областных центрах, кроме Бреста. Теплей за все минулым днем было в Гомеле. Поветро прогрелось до плюс 23,7 градуса. Попередний рекорд был установлен в 1993 году плюс 23,5 градуса. В связи с повышением температуры вонкового поветра в Гомеле принято решение об отключении отепления в громадских, администрационных будинках, на промысловых предприемствах, в гостиницах, интернатах и навышальных установах, а так само в жилевом фонде. По попередних прогнозах, теплые надворы и в Беларуси затримаются. Истотно похолодает только на початку листопада. Социальное предпринимательство – как инструмент выражения проблем громадства. В Гомеле сегодня презентовали мучебную программу новой дисциплины. На базе Института повышения квалификации и переподрихтовки ГДТУ имя Сухого социальное предпринимательство активно развивается с 2016 года. Зараз тут появился новый предмет, который включен в программу специальности экономика и кирования на малых и средних предприемствах. Проект «Пакуль пилотный» предназначен только для слухачев Института. Когда эксперимент будет признан удалым, социальное предпринимательство будут выкладывать и для студентов. Предмет различен на один учебный курс. Выучить его, дареши пошли в Першине в Беларуси. Выкладчики научат складывать бизнес-план социального проекта, проводить тест-драйв, а так само познайомить с законодавшими проференциями. На занятки будут запрошать ведомых бизнесменов и громадских дейшов. Мы не ставим целью создать в результате этого обучения социальных предпринимателей. У нас обучаются люди, работающие в бизнесе, обучаются люди, которые работают в социальной сфере и которые работают в государственных организациях. Мы хотим показать, что такое социальное предпринимательство и пусть они сами определяются, кем им быть. Знайсти працу за одну годину. Завтра у Гомеля пройдет шарговый мини-кермаш вакансий. Представники кадровых служб у трех предпринимателей с 10 до 11 годин проведут гутерки с уискальниками. У списи открытых вакансий – столяр, бетончик, тясляр, слесар, повар, а так само водитель такси и оператор колл-центра. Усих затекавленных запрашают у городского управления по праце и занятости на Пролетарской 18. Веншавания до дня мати протягиваются. У Гомеля волонтеры червоного крыжа повеншавали женщин, яких у День свято выписали из родильного дома. Подробностей у Вероники Гамзюковой. Каля Гомельской городской клиничной больницы номер 2 у святочный день, як не коли шматлюдна. Повеншавать мам с выпиской приехали не только их родные сябры, а ле и представники администрации советского района с волонтерами червоного крыжа. Под музыку городского оркестра женщинам уручили подарунки, приналежности для немаулят. Дню мамы в День святого покрова мы хотели бы, чтобы этот праздник действительно стал уникальным. И не каждую маму, которая выписывается из роддома, встречает оркестр. И сегодня мы вот дарим городские оркестры, дарят сегодня свою программу, а волонтеры Красного Креста поблагодарят мам, которые родили деток, и в День матери они получили выписку, присоединяются к своей семье, и действительно у них начинается такая новая профессия мамы. Первая, кто принимает веншавание с пополнением у семьи, мать и четверых детей Мария Ковалева. С новородженным хлопчиком ей состракают муж, дети и сябры. Жан-Жине вельмесподобалась и нешаканная урочистость. Было как-то неожиданно, не ожидали, что нас так будут встречать и провожать. Приятно, очень приятно. Таких побольше поздравлений. Всем мамочкам здоровья, детям тоже здоровья, всем счастья, благополучия, чтобы все росли здоровенькие и счастливенькие. Организаторы акции кажут, что имкнулися створить для удельницы правдную казку в этот святочный день. А музыканты городского оркестра им допомогли в этом. Могчима, в будущем формат таких веншаваний устанет доброй традицией. Вероника Гомзюкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Белорусский документальный фильм – дебют в вайшоу «Лонг-лист» премии «Оскар» в номинации «Лепший международный фильм». Фильм в 2017 году сняла режиссер Анастасия Мирошниченко. Стушка рассказывает о подрыхтоке осудженных женщин до первого выступления на сцене Гомельского драмтеатра. В основе сюжета – реальные люди и подеи с Гомельской женой колонии номер 4. В той час тут ожитявлялся проект «Театр у Турме». С женщинами працавал режиссер Алексей Бышков. Короткий спис номинантов на «Оскар» будет объявлено 16-го Снежня. Ранее от Белоруссии в Американскую киноакадемию отправляли три фильмы. Эти инши новини вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершены. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Две человеческие жизни унес пожар в деревне Красная Слобода Октябрьского района. Накануне там в частном доме произошло возгорание. Кровля деревянного дома полыхала открытым пламенем, когда спасатели прибыли на место происшествия. После ликвидации пожара они обнаружили в комнате мужчину и женщину без признаков жизни. Огонь уничтожил имущество в доме, повредил и обрушил потолочное перекрытие. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. К слову, это был не единственный пожар на территории Гомельской области. Огонь причинил вред еще в нескольких районах. В Будокошелевском произошло возгорание в многоквартирном доме деревни Чеботовичи. В результате уничтожено имущество в одной из комнат квартиры, в которой случился пожар. Пострадавших нет. А в деревне Буйно Вечерельческого района полностью уничтожена кровля деревянного дома. Огонь опалил стены и оставил хозяев без мебели. Пожар не причинил вреда людям. Причина обоих возгораний – нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств. В Будокошелевском районе вора выдал магнитик, который он снял с холодильника в момент совершения кражи в частном доме деревни Широкая. Незваным гостем оказалась жительница этой же деревни. Она похитила из дома пенсионерке 300 рублей и взяла на память об успешной вылазке сувенирный магнитик. Правоохранители быстро вычислили вора. Женщина созналась содеянным, а магнитик послужил неопровержимым доказательством преступления. Часть денег женщина успела потратить. Оставшееся похищенное средство вернула. Возбуждено уголовное дело. Хотел включить свет и оставил отпечаток пальца. Еще одна история о нехитрой краже тоже из Будокошелевского района. Сотрудники РОВД задержали ранее судимого мужчину, которого по отпечатку пальца, оставленному на плафоне, вычислили эксперты Государственного комитета судебных экспертиз. Мужчина проник в дачный домик и похитил оттуда имущество на 100 рублей. Но в тот же вечер вора задержали милиционеры. Часть похищенного была найдена сотрудниками в момент обыска. Домушнику ничего не оставалось, как сознаться в содеянном. Сохрани себе жизнь. Республиканское профилактическое мероприятие продолжается на территории Беларуси. В Гомеле инспекторы ГАИ провели специальный рейд и напомнили участникам дорожного движения о необходимости использования световозвращающих элементов. В центре внимания оказались пешеходы и велосипедисты. Чтобы сделать их заметнее, инспекторы раздали людям, ставшим участниками акции, фликеры и напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. В темное время суток световозвращающие элементы способны предупредить наезд и сохранить пешеходам и велосипедистам жизнь. На сегодня все. Я, Александр Гамоля, благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» завтра проведет очередной поединок чемпионата Беларуси. Дружина Сергея Цыганкова отправится в Минск, где поспорит за очки с местным СКА. Поединок пройдет во дворце спорта «Уручье» начало в 19.00. За трансляцией поединка можно будет следить на сайте Белорусской федерации гонбола. В первом круге соперники встречались в Гомеле. Тогда сильнее были армейцы – 31-24. В турнирной таблице Гомель на пятом месте, СКА на втором. В Гомеле завершился ежегодно открытый турнир по теннису «Золотая осень». За призовые места боролись юноши и девушки возрасте до 12 лет из Гомеля, Минска и Бобруйска. На гомельские корты выходило более 50 спортсменов. По результатам турнира у сборной Гомеля четыре медали – золото, серебро и две бронзы. Среди юношей отличились Никита Ревенок, Максимилиан Нехорощев и Матвей Жарин. У них первое, второе, третье места соответственно. Среди девушек только одна медаль – бронза у Нелли Стулькевич. Более 150 спортсменов приняли участие в шестом республиканском турнире по дзюдо памяти заслуженного тренера Беларуси Виктора Внучкина. Награды оспаривали спортсмены из всех регионов Беларуси, а также Брянской области России. Возраст атлетов – 15-16 лет. За время своей тренерской работы Виктор Внучкин подготовил шесть мастеров спорта международного класса. 40 мастеров спорта СССР и Республики Беларусь. Среди его воспитанников – чемпион Европы Рошад Мамедов, бронзовый призер чемпионата мира и вице-чемпион Европы Сергей Кухаренко. Бронзовый медалист чемпионата континента Николай Барковский, неоднократный призер первенств Европы, участник Олимпиады в Лондоне Евгений Бедулин. Победителями шестого турнира памяти Виктора Внучкина стали представители Гомельской области Илья Баранов, Андрей Шимбалев, Степан Терешков, Полина Слесаренко и Валерия Максименко. Также в активе наших спортсменов – четыре серебряных и девять бронзовых наград. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Субтитры подогнал «Симон»!